и при чем тут казалось бы цыгане привет с вами компания лютнер я дмитрий остросаблин и сегодня в моих руках находится уникальная вещица педаль перегруза эффекта фуз под названием band of gypsies который относится к недавно выпущенной компании download коллекционной линейки мини-педалей подлинный хендрикс легендарного гитариста джимми хендрикса пошла заставка серия 69 сайт относящаяся к линейке подлинный хендрикс воплощена в виде четырех педалей три из которых это педали перегруза с эффектом фуз который благодаря ошибочной записи бас-гитара через сломанный предусилитель стал откровением и источником вдохновения гитаристов не только для создания новых композиций но и целых музыкальных направлений одним из пионеров экспериментов над новым звучанием гитары стал джимми хендрикс придавая и без того необычному перегруженному звуку фуза еще более необычные оттенки к примеру в одной из педали линейки 69 сайт присутствует эффект фуз фейс включающий в себя сразу две отдельно реализованных педали хендрикса одна на транзисторах с кремниевой основой вторая на основе германия еще один эффект октавио который подключается к установленному по умолчанию транзистору на основе кремния и насыщает гитарный звук гармониками более высоких нот все четыре педали были воссозданы инженерами компании данлап основываясь на звучание записи джимми как студийных так и концертных и большая часть из них поддавалась воспроизведению именно эффектами фуз фейс и октавио но была одна запись где звук гитары хендрикса был иным канун семидесятого года на концерте filmer east джимми со своим пересобранным коллективом gypsy sun and rainbows после распуска джимми хендрикс experience отыграл несколько выступлений где звучание его гитары очень походило на оттенок эффекта октавио но без прыжков на октавы вверх альбом ставший сборником композиции с того выступления получил название band of gypsies как и группа которая его отыграла который к сожалению 28 января была распущена после скандального выступления в мэдисон square garden само название как раз упоминанием слова джипси джимми посвятил великому джазовому гитаристу джанга рейнхарду педаль которую я держу в руках имеет одноименное название является не только данью памяти но и устройством которое имеет несколько иной характер звучания и набор изменяемых настроек давайте послушаем педальку покрутим ее ручки а помогает мне сегодня гитарист александр гордов запись звука при съемках демонстрации велась помощью следующих устройств транзисторная голова stone head от российской компании а мт кабинет также а мт с двумя 12-дюймовыми динамиками селэйшн микрофоны шур sm57 и октава mk 105 звуковая карта порта студия зум r24 а записывалась программу секвенсор риппер я не просто так в первом ролике показал присутствие байпаса точнее трубой паса потому что в те славные времена у джиме его к сожалению не было как не было и светового индикатора но этим сейчас никого не удивить поэтому двигаем дальше в конструкции устройства band of gypsies присутствует регулятор изменения тона давайте его зачекаем но сразу предупреждаю что он крайне отзывчивый обратите на это внимание а 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 Что еще можно сказать об этой крохотульке? Помимо ее компактного, педалборд-френдли, так сказать, размера, вся линейка 69 Cyc имеет в комплекте 9-ти вольтовый блок питания. Покупать его отдельно, как это порой бывает, не нужно, что не может не радовать. Отметки на регуляторах нанесены краской, которая светится в темноте. А все остальные краски, подчеркивающие дизайн серии 69 Cyc, с любовью нанесены британской дизайнерской конторой I Love Dust, которая и создала визуальную уникальность всех этих устройств. FUS вновь возвращается в цепочке эффектов гитаристов спустя долгое время пребывания в забвении. А педаль Band of Gypsy с Джимми Хендрикса поможет вам насытить свое звучание этим видом перегруза прямиком из 1970 года. Приобрести вы ее можете уже сейчас, забежав в ближайший музыкальный магазин. А с вами была компания LUTNER, я Дмитрий Остросавлин, до новых встреч!